Здравствуйте! Меня зовут Нелли Гизатульна. Вы смотрите новости Тымазинского района на телеканале ЮТВ. Каждую среду 21.20 мы рассказываем о событиях и интересных людях. Смотрите в этом выпуске. Тымазинские спортсмены покоряют Россию. Предпринимательский час провели в Тымазах. На улицах города замерзают сверестели. Как их спасти? Самый актуальный вопрос в преддверии 8 марта. Что подарить любимым женщинам? Начнем выпуск коротких новостей. Тымазинские каратисты завоевали призовые места на первой СПФО по Кучесенкаю, который прошел в Ульяновске. Спортсмены завоевали 8 медалей в трех возрастных категориях. Золото Тымазинской команде принес Марсель Софиурин, Рамазан Менгареев и Тимур Зайнулин, Серебро, Эмиль Хабиров и Данис Фатахов. Антон Синюков, Алам Валиахметов и Ильнас Хайрулин получили бронзовые медали. Тренируются спортсмены у Руслана Хабибулина. В рамках Всемирного дня гражданской обороны сотрудники 48-й Тымазинской пожарной части провели открытые уроки в школах города. Всемирный день гражданской обороны призван привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской защиты и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствия или аварий, а также отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала Национальных служб гражданской защиты в борьбе и с их последствиями. В администрации района прошло онлайн-совещание «Предпринимательский час». Участники рассмотрели проект по созданию детского развлекательного центра «Эмили Стар» в селе Серафимовский. Также на совещании обсудили проекты по созданию глэбинга вблизи строительства объекта придорожного сервиса на автомобильной дороге М5 Урал. По всем вопросам принято решение поддержать проекты. Есть у наших обычных воробьев ближайший родственник Сверистель. Часто в городах можно увидеть нарядных охлатых птичек. О том, как выживают птицы в мороз, расскажем в сюжете. Жители Туймазов стали свидетелями смертей свиристелей, которые решили полакомиться рябиной в одном из жилых дворов города. Фото окоченевших пернатых горожане выложили в группу ВКонтакте. Орнитологи утверждают, что всему виной стали аномальные морозы. Наклевавшие с мерзлых ягод пернатые буквально падают с ног. Если их вовремя не отогреть, птицы замерзают. Одну из птиц удалось спасти. Оксана выгуливала собаку, когда увидела маленького свиристеля, лежащего в снегу. Я сначала подумала, что это мышка лежит. Боясь-боясь подошла, посмотрела, смотрю, и оказывается, птичка. А птичка не реагирует совершенно. Я взяла ее на руки, чувствую, что у нее сердцебиение бьется. Думаю, значит, есть шанс спасти ее. По приложению Яндекс.Фото удалось узнать, что за вид птицы и ее необычная особенность к зимним морозам. Когда мы ее принесли домой, она долгое время еще как оттаивала, ничего не ела, просто сидела. В какой-то момент она выплюнула вот эту большую забродившую ягоду. Выплюнула. И после этого она как раз-таки ожила. То есть начала смотреть по сторонам, встала уже. Тут мы, значит, нашли вот эту вот свою клетку от нашего попугайчика, которую клетке уже лет 20 примерно вспомнили про эту клетку. И посадили ее в клеточку. Налили ей водички, положили вот яблоки. Киви у нас было. Хурму она очень любит. В хурме она просто искупалась. Вся. Нам потом пришлось ее помыть. Она у нас даже немножко улетела. Тут полетала по кухне немножко. У нас есть собака, есть кошка, которые очень хорошо зареагировали на это. То есть тоже бегали за ней. И там она, наконец, перепугалась, но обратно вернулась в клеточку. Посадили мы ее, сидит сейчас в клеточке. В морозы ягоды многих плодовых деревьев и кустарников, например, рябины, ранетки и боярушника, из-за резка смены температуры за сутки сначала оттаивают, а затем вновь замерзают. Из-за этого ягоды бродят и приобретают своеобразную консистенцию, становясь алкогольным продуктом для птиц. Вчера она нас порадовала тем, что она вот своим звучанием, трелю свою нам спела песенку. Мы это очень обрадовались этому. Это как благодарность. Так вот она сейчас сидит и на меня смотрит, слушает внимательно. Вот. Ну, я рада, что мы спасли эту птичку. И, как мы поняли, что частенько они все-таки погибают в зимнее время, именно в морозы. Когда вот мы ее подобрали, мороз был где-то 31 градус примерно. То есть ей шанс выжить. У нее, наверное, даже и не было шанса выжить. Вот. А так она сидит, нас радует. Сейчас потеплеет, мы ее, конечно же, отпустим. Она у нас улетит и будет также на свободе. Радоваться жизни, кушать ягодки, но уже не замороженные, уже свежие там. Орнитолог напомнил, что горожане могут помочь замерзающим на холоде птицам. Если вы увидели, как птица упала на землю, нужно сразу же ее поместить в какую-нибудь коробку и отнести в теплое место. Впрочем, гарантий, что птица не повторит поедение ягод, нет. Другое дело, что когда наступит весна, рацион птиц расширится, и они перестанут объедаться пьяными ягодами. В преддверии 8 марта все мужчины ломают голову в поисках подарков женщинам. Пора отходить от стереотипов и удивлять своих женщин по-настоящему. Мастер-класс к кончарному делу – это больше, чем подарок. Необычный сюрприз для мамы и бабушки приготовили дочь и внучка. Сертификат на занятие в студии керамики из глины с любовью. На мастер-класс пришли все вместе. Уже в первые минуты работы бесформенный кусок глины стал превращаться в прекрасный подсвечник. Радость созидания никого не оставила равнодушным. Семья прекрасно привела время за совместной работой, а в перерыве они устроили чаепитие. Гончарный мастерской уютно и светло. Мастер-регина сделала все своими руками. Она создает причудливые глиняные изделия. В мастерской из глины можно сделать любое фигурное изделие, как сделали наши герои. А может вам интересно поработать на гончарном круге и создать кружку, тарелку или сахарницу. Здесь вас научат всему. Под руководством мастера вы разработаете дизайн, создадите изделие и покроете его цветной глазурью. Через три недели ваша работа станет отличным дополнением на кухне и декором для дома. Познакомиться поближе с мастерской можно на странице в инстаграм мастерская.окт. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новость от Имазинского района каждую среду 21.20. Повторы в пятницу в 8 утра и в воскресенье 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите в нашу группу ВКонтакте, телеканал ЮТВ в Имазинском районе. Всего доброго и только хороших новостей!